Ведь что такое стиль соке, стиль патриарха? Это некий скелет, а мясо каждый наращивает свое. А если мы изменим скелет, то это уже будет не человек, это может быть уже будет обезьяна, а если приделаем хвост, может быть собака или еще что-то, какой-то другой зверь. Мы же в общем все имеем две млекопитающие, четыре конечности, одну голову. У кого-то хвост отвалился, у кого-то нет. Вот поэтому меня очень интересует именно этот аспект изучения буджуцу, боевого искусства. Как увидеть, как узнать, какое карате было у создателя стиля? Мы сейчас не найдем, скорее всего, достоверных записей и фотографий и видеодемонстраций, как демонстрировал свое искусство Шушева, Пангайнун. Мы не узнаем, как он это делал. Мы можем верить только его прямым последователям, которые занимались у его учеников. Но все равно ведь они меняются, все равно они в силу своих физических и физиологических данных, они меняют стиль основателя стиля, патриарха. Вот кто может сейчас сказать, что да, мое карате – это настоящее, а вот твое карате, извините, это уже новодел, модификация? У каждого свое карате. У каждого карате настоящее. Если человек посвящает этому свою жизнь, ну или часть жизни какую-то, именно посвящает, у каждого карате настоящее. Мое карате, если так можно выразиться, оно не более настоящее, чем твое. Но и твое не более настоящее, чем мое. Почему? Потому что наше карате – это тот пот и та кровь, которую мы проливаем в додзю. Но карате же – это не, собственно, техника. Карате – это нечто большее, это дух, это работа с самим собой, против своего самого себя. И вот это карате, а это карате у мастера, что у одного, что у другого, что у одного стиля, что у другого стиля. Оно одинаковое. Это мой взгляд. А вот Таяма Сейко, первый учитель в «Сэйшн Буку», рассказал в свое время, что каждый из последователей стиля видоизменяет стиль. Вызвано это стремлением реализовать себя, показать себя с лучшей стороны. У кого-то что-то получается лучше, соответственно, он это ставит во главу угла при исполнении кота. Ведь мы прежде всего судим по кота, по различиям внутри стиля. То есть некая индивидуальность и стремление к самоидентификации в рамках стиля приводит к изменениям в ритме исполнения кота, да и в рисунке исполнения кота тоже. И, соответственно, Таяма Сейко продолжал, что, по-видимому, через некоторое время только в рамках направления патриарха стиля только патриархи будут сохранять и исконный первозданный стиль. Несмотря на то, что каждый из них привносит свои какие-то индивидуальности, свои индивидуальные особенности в исполнение стиля. Но, опять же, я говорю, что передавать нужно своим ученикам скелет, а мясо каждый из них нарастит сам. Никто из моих учеников не будет таким, как я. Дай Бог, чтобы они все были лучше меня. И я никогда не буду таким, как Шимабукуру сенсей. И ни один из последователей каратэ не может стать копией своего учителя. Потому что у каждого свое мясо. Своя нервная система, свое сознание. На своем семинаре в Москве сенсей Шимабукуру, как выразились сами участники, буквально убил всех кихоном, выполнением базовой техники. На протяжении нескольких часов к ряду все, как новички, так и черные пояса, до помутнения в глазах ходили по залу в стойках и наносили удары гяку и ойдзуки. Повышенные требования к ежедневному выполнению кихон-ваза, к правильным стойкам, передвижению, положению рук, осанки, дыханию – все это неотъемлемая часть окинавского каратэ уичирю. И лишь после тщательной проработки базовой техники сенсей перешел к кота. Для многих адептов других стилей каратэ, кота уичирю кажутся весьма сложными и надуманными. Но при детальном рассмотрении выясняется, что буквально каждое, пусть даже на первый взгляд, странное движение наполнено боевым содержанием. К примеру, такой необычный, скажем, для боксера или каратиста-спортсмена удар фалангами большого пальца – бошекен. Казалось бы, зачем так бить? Больно, неудобно, лучше кулаком. Но вот в этом и есть секрет постижения мастерства. То, что вчера казалось невыполнимым и неудобным, в результате упорнейших и тщательнейших тренировок становится твоим оружием. А отбрось все это, упрости, и каратэ исчезнет. Все без исключения практики старинных стилей рассчитаны на преодоление человеческих слабостей и открываются только избранным через десятилетия тренировок. Санчин Китая – набивка всего тела во время практики кота Санчин. Занятие довольно болезненное, если не сказать больше. Как рассказывал сенсей Шимабукура, в свое время на Окинаве они трижды делали комплекс Санчин Китая за одно занятие. Для многих новичков это было невыносимо, и они убегали из зала. В современных спортивных версиях каратэ нет необходимости в подобных упражнениях, да и времени они отбирают немало. Но именно для сохранения чистоты стиля изначального лица школы Санчин Китая сохраняется в традиционных направлениях, ибо так тренировались и 50, и 100, и 200 лет назад. Уэчи Канбун, если мне память не изменяет, в 1910 году получил право преподавания стиля, когда Уэчи Канбун начал обучать китайцев, Окинавец начал обучать китайцев в Китае, стилю Пангайнун. И, видимо, конечно, стиль отличался. Сегодняшние отличия могут быть вызваны и направлением развития стиля, ведь для пропаганды стиля необходимо участвовать в соревнованиях. Спорт как средство пропаганды того или иного стиля боевого искусства, наверное, самый мощный движитель. Соответственно, выступление на соревнованиях требует концентрации на выполнении кота или на поединке кумите. И, соответственно, кота становится самоцелью. А становясь самоцелью, они перестают быть методом. А кота все-таки это метод, великолепный метод работы, самосовершенствования. Становясь самоцелью, они перестают звучать так, как должно. Переставая звучать, как должно, они перестают обучать. Переставая обучать, они становятся танцем, красивым, боевым танцем, но не более того. Как на твой взгляд, современная действительность, неизбежность жить в современном мире, на мой взгляд лично, убивает боевое искусство как таковое. Даже сейчас твои занятия в зале с двумя учениками, как это было в старину, 5-6 учеников, не больше у мастера было, каждому подойти от сердца к сердцу. В современном мире человек, допустим, который живет преподаванием боевых искусств, не выживет. Нужна группа в 30-40 человек, чтобы хоть какие-то деньги получать. С двумя учениками не проживешь, с двумя учениками не сделаешь федерацию, ее не зарегистрирует Москомспорт, Госкомспорт. Двух учеников не выставишь на российские соревнования. То есть необходима массовость. Вот эта современная действительность убивает боевое искусство или нет? Если смотреть с этой точки зрения, то да. И если воспринимать вопрос впрямую, в лоб, современная действительность убивает боевое искусство. Да, потому что боевое искусство, как боевое искусство, сейчас не нужны. Есть пистолет и бронежилет. Травматику купил, и ты уже мастер. С точки зрения спортизации, на мой взгляд, тоже убивает боевые искусства. Потому что некая однобокость развития появляется. Если вспомнить, опять же, мне память не изменяет, Накаима Кенка сказал в книге «Большое обозрение Каратедо», опубликованной недавно Алексеем Горбулевым и своему сборнике «Хиден», эту цитатуру можно найти, что спорт – это извращенная форма физического воспитания. Ну, имелось в виду сравнение с боевыми искусствами, безусловно. Потому что развивается некая однобокость. Либо в кумите, либо в кота. Котист не кумитит, кумитист не котит. В итоге это не караты. Рукопашный бой – да, великолепная гимнастика – да. Это какая-то причастность к восточной культуре – да. Но это уже не боевое искусство. Как можно проводить соревнования по УЭЧРУ в контакт, если основная техника – это захват и удар пальцами в глаза и в горло? Если это убрать, тогда лучше заниматься, там, я не знаю, там, счетокан. Работать со средней и дальней дистанцией. Великолепная техника, которую показывали большие мастера, там, Тази Кассе, Масау Кавазой, допустим, из ныне живущих, да. Есть чему учиться. Великолепная, великолепная техника. Кстати, в их исполнении и в их подходе этот спорт все-таки остается боевым искусством, как ни странно. Может быть, это часть культуры, не совсем понятная нам, поэтому в нашей интерпретации, как мне кажется, спорт все-таки негативно влияет на развитие боевого искусства. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!